Привет, дорогие. Подскажите, какие у Римы инсайты и подвижки в автономии после марафонов света? Что поменялось? Римочка, это к тебе вопрос. Я включаюсь, да, да. Очень приятно, да, что есть и мне вопрос. Ребят, но на самом деле так сильно отслеживаю, насколько люди подсажены. Просто есть разница теперь вот другими как будто бы уже сверху такие или сбоку глаза идут. Насколько идет, вот насколько люди зомбированы, особенно здесь в санатории, где я нахожусь. Ребят, ну просто вообще, знаете, как это? Слоны идут на север, да, во время утра такое все такие бум-бум-зомби. Они только успевают проснуться и, естественно, никаких практик, ничего. Они просто встали и такие думают, уже в обед, и так же на ужин происходит. И знаете, когда я тут разговаривала, у меня есть двое знакомых, здесь завелись у меня друзья, так скажем, подруга и один друг мужчина. И когда я им сказала про то, что вот у меня есть такая практика и что я веду эфир и что сегодня это будет, про Свету рассказала, значит, мужчина просто вообще, он просто сел и говорит, это невозможно. Без воды же мы не можем даже больше там одного дня, он, по-моему, сказал мне. Вот. Я говорю, ну вот ты посмотри, я тебе скину ссылку, возможно. А на что он мне через несколько часов ответил? Что нет, мне это неинтересно, я все сам знаю. Вот. Я говорю, ну, наверное, потому как кто прав, кто виноват. Ну, кто прав, кто не сильно прав, можно судить по тому, какие ситуации в жизни складываются. Потому что я услышала, какие страшные ситуации у него были в жизни по всяким несчастным случаям и по здоровью и так далее. Вот. И люди не делают выводы. Я просто уверенно говорю, что я знаю, что он никогда не посмотрит эти эфиры. Вот. Я хочу, чтобы другие поняли, насколько мы сидим в этих программах. Вот. Относительно других инсайтов. Вы знаете, я пока, я еще с Таро картами подружилась параллельно как раз после вот этого всего. Ко мне зашли просто они в руки карты. Таро. И мне сейчас интересно, я проживаю каждую карту. Осталось три карты из 21 из самых главных арпанов. И я сейчас очень... Они, знаете, идут на опережение. Я знаю, что у меня эта карта будет завтра, а вечером она уже начинает работать. Следующая карта. Карта следующего дня. Мне так это интересно. Вот. Поэтому пока насчет карты вот этих всех вот тонкостей я не могу сказать. Но насколько идет... А, я стала так все слышать, это невозможно. Представляете, я уже... Я думала, что это совпадение. Я слышу телефонные звонки, вибрации у соседей, от соседей. И вообще, ну, то есть, может быть, это выше где-то, или это где-то за стенкой. Но кроме меня никого нет в квартире, когда я там дома. И я слышу постоянно вибрации телефонов. Потом я тут слышала тоже разговоры детей и так далее. И я еще спросила там свою подругу, ты не одна? Она говорит, одна. А в итоге, оказывается, у нее сын. Но она почему-то сказала, что она не одна, потому что она думает, что и взрослых никого нет. И к тому, что у меня усилился слух и, как это сказать, предвидение завтрашнего дня, вот это, благодаря картам. Это я точно могу сказать. Я не знаю, что из этого выйдет, но я специально не пошла обучаться на торолога. И 10 лет я отказывалась от этого. А потом они мне просто сами зашли. Кстати, я приземлилась, когда из Москвы был марафон у нас, Света, вот этот, да, по депривации. Нет, первый марафон у нас был по возможности меня. И вот я прилетела в Краснодар, и я почему-то решила проехаться по магазинам. И когда я не смогла, не захотела купить то, что я хотела, я просто оказалась вот в этом аэровидическом магазине. И пройдя, купив благовоние, я увидела вот эти карты. Их было очень много. И именно эта колода ко мне зашла. Я просто удивляюсь, колоды классические. Первая карта, карта Тара, которые были изобретены, это как бы, я не знаю, как слово подобрать, вышли в свет. И эти карты, ну, не знаю, они прямо у меня оригинал. То есть вот этот продавец, он сказал, что вот вы выбрали как раз-таки оригинал. Другие карты были как-то неоригиналами. Так что я, наверное, какой-нибудь эфирчик сделаю, когда смогу структурировать то, что у меня относительно моих карты. Ну что ж, что еще? Ну вот я говорю, я вижу программу у людей, это просто вообще. И я понимаю, что многим людям действительно им, наверное, ничего не нужно даже говорить, потому что я опять-таки почему-то решила, что общаясь с вами, со всем миром, что и вокруг люди быстро догоняют. На самом деле, если люди, ну, еще в тех вот зависимостях, то, наверное, пока не прижмет. Бывает так. Часто очень люди заходят, пока их не прижмет. Ну что ж, я немного, скажем, удлинилась, и я завершаю. Сейчас буду зачитывать вопросик.